Так и снова привет, мой дорогой зритель, мой дорогой друг, и ты снова попал на мой новый проект под названием метро, а точнее стройка, стройка метро. Хм, звучит как тавтология, да мне пофиг. И вот чего я добился в прошлый раз на моём проекте, построил очень глубокий котлован, сделал распорки, всякие растяжки для поддержки этого котлована, декорацию, даже поставил фонари, очистил территорию, добавил несколько для территории декораций, такие как грязь и камень и тому подобное. Ну и собственно, дело окантовка тоннелей. Друзья, не обращайте внимания, что у меня прорисовка очень маленькая, я сделал это для того, чтобы у меня было хоть какой-то фпс и не лагал сам проект. Дело в том, что я записываю всё на бодикам, и у меня это чуть-чуть подлагивает, моя видюха очень-очень даже при больших проектах, при большой прорисовке не справляется. Да так не справляется, что на ней можно шарить яичницу! Да не может быть! Итак, друзья, какие у меня планы на этот ролик? Мне нужно прокопать огромное количество земли, огромное количество территории для простройки тоннеля. Один я уже немножко прокопал. Извините меня, у меня не сдержался и решил попробовать это. Немножко прокопал, остаётся второй тоннель. Как вы помните, я говорил, вот этот тоннель у меня будет полностью прокопан, длинный такой, с различными тоннельными фишками, сбойками и тюбингами. Отдельный большой тоннель. А этот тоннель у меня будет не до конца прокопан, и будет там тоннельопроходческий комплекс, который я отдельно сооружу. Кстати, многие зададутся вопросом, что же такое тоннельопроходческий комплекс? Многие, может быть, и видели, но я покажу. Вот он, друзья. Этот большой тоннельопроходческий комплекс сооружается прямо в этом котловане. Ставится большой ротор, и он проходит в глубину тоннеля, рубит его, выдаёт землю, всю весь грудь наружу, и ставит сам по себе тюбинги. Ох, это очень крутое технологическое решение, которое придумали в настоящем мире. И я пытаюсь её, точнее, хочу её сделать в моём Minecraft мире. Ну и, конечно же, я не буду забывать про внешний периметр, а именно декорацию и постановление каких-то механизмов, машин. И отдельных деталей именно на этом пространстве, потому что оно пока у меня пустует. Самое главное здесь будет это большой кран, который будет доставать грунт, различные механизмы, в том числе собирать ротор для тоннеля проходческого комплекса и тому подобное. Как вы уже могли заметить, я уже сделал небольшой тоннельчик и поставил в нём тюбинги, вот такие вот. И провёл даже в нём освещение стандартное, которое состоит у меня с помощью рычагов и стержней Энда. Сейчас покажу, как выглядит, собственно, тюбинг. Я сразу морочился, какие тюбинги мне сделать, из каких материалов. Первоначально у меня какие были. Это вот этот серый, светло-серый бетон, также камень, ступеньки из них. То есть, смотрите, у нас есть кварцевые ступеньки, каменные ступеньки и вот такие вот андезитовые ступеньки, которые служат для окантовки внешней этого тюбинга. Но я остановился на варианте и сделал светло-серый из глины тюбинг. А окантовку, то есть внешней части сделал из вот этих вот ступеньки из полированного андезита. И они очень-очень хорошо влились в этот тоннель. Ребята, вы только гляньте, как это выглядит очень технологично и очень классно. Настоящие тоннели именно так и выглядят. Такие серые, с различными отверстиями, которые прикрепятся к стенке и друг к другу. А также в этом тоннеле есть освещение. Вот я, собственно, и добавил его. Соединил его с главным освещением, которое находится в самом котловане. И вот, собственно, прокопал я, сравнительно, небольшой тоннельчик. Но дальше будет еще больше. Прокопаю на определенную территорию и поставлю туда тоннели-проходческий комплекс. Тело боится, а руки делают. Или как там говорится у них, я не знаю. Я погнал бурить дальше этот тоннель. Встретимся, когда будет он готов до того момента, как я буду ставить тоннели-проходческий комплекс. Продолжение следует... Так, друзья, я немножко построил этих тоннелей с одной и со второй стороны. Скажу сразу, это было не из легких дел. Очень долго надо копать именно вот второй тоннель. Ладно, еще один я копал, уже к такому привык. А еще второй надо копать. Господи, боже, дай мне сил. В дальнейшем я, конечно же, обложил все тюбингами. То есть, которые у меня состоят из ступенек с полированной адезита и глины. Мне очень нравится, как глина сочетается с этим тоннелем. Прям реальные тюбинги. Ну, также, собственно, и проложил освещение. С одной и со второй стороны. Я решил очень поступить хитро. Я не буду копать полностью этот тоннель. То есть, у меня будет он полностью не закончен. Я сделаю тематику такую. Здесь у меня будет полностью проходческий комплекс. Там в дальнейшем дальше я его сделаю, собственно. А здесь будет тоже небольшой тоннель, но как будто проходческий комплекс из него будет вытащен. И отдельно будет собираться. Я сделаю с краном. Будет подвешен ротор этого панели проходческого комплекса. Как будто этот комплекс будет собираться заново и заставляться в этот тоннель. И весьма необычно. Ведь в реальном времени, в реальной жизни, тоннель и проходческий комплекс не разбирается. И не снимается с готового тоннеля. А я так сделаю. Я решил перехитрить эту систему. Вот так. У меня там в дальнейшем будет одна очень интересная бурильная машина. Ой, классная. Которая будет, собственно, бурить тоннель. А именно сбойку, которая будет соединять этот тоннель и вот этот. То есть она будет проходить вот в этом месте, только в глубине тоннеля. Расскажу еще такую вещь, что в тоннель подходит воздух, который будет питать работников. То есть в тоннеле нужно чем-то дышать. Поэтому здесь будет вот такой вот канал подвода воздуха. Пока еще не знаю, из каких материалов я его буду делать. Но, собственно, я сделаю его. Он очень длинный, очень длинный. А также в конце, вот здесь вот где будет начинаться, точнее хвост тоннеля проходческого комплекса. Здесь будет такой вот конвейер идти, лента конвейера, откуда будет сыпаться грунт. Грунт будет попадать в машину такую специальную для отвозки грунта. Она будет у меня вот здесь стоять. Одна дополнительно здесь, другая вон там. Как будто это уже так ждет своей очереди. Либо в тот, либо в этот тоннель. И, собственно, она будет по тематике будет увозить этот грунт. Грунт будет подниматься краном наверх. Вообще, я не знаю, может быть краном, может быть каким-то еще устройством будет подниматься наверх. Сверху здесь будут стоять грузовики, которые будут этот грунт, собственно, увозить. В дальнейшем я здесь какие-то ворота сделаю, возможно. Возможно, я даже буду расширять это пространство и часть забора убирать. Подумаю. Не, друзья, вы только посмотрите, как это классно выглядит. С этим освещением вокруг. Ох, блин. У меня прям душ захватывает. Я хочу дальше, дальше, дальше бурить. Несмотря на то, что немного уматывает бурить эти тоннели. Но это очень приятная усталость, я вам скажу. Итак, друзья, что я сделал на этот момент? Конечно же, я продлил тоннель и добавил туда тюбинги как с одной стороны, так и со второй. На этот, конечно же, больше ушло времени. На этот я еще буду, буду еще строить. Что еще примечательного я добавил? Добавил систему вентиляции. Посмотрите, друзья. Вот этот самый кожух, который прикрыт люками, а внутри находится нотный блок. Я использовал как систему вентиляции. А его поддержкой имеются калитки, которые сделаны из тюбного дуба. Они продвигаются на всю длину тоннеля. Возможно, я буду еще дальше ее продвигать. Также в тоннели я добавил вот такие вот трубы, которые сделаны из громоотвода. Они замечательно сюда вписываются. Согласитесь, очень похожи на реальные трубы. Эти трубы я могу сказать для чего. Они для питания воды, технической воды для тоннели-проходческого комплекса. Честно говоря, я не помню, для чего она служит, но туда поступает вода или какая-то смесь, чтобы обслуживать тоннели-проходческий комплекс. Также в дальнейшем этот трубопровод будет задействован как будто настоящий трубопровод в тоннеле метро. Эту систему вентиляции я также провожу вторым путем во второй тоннель. Смотрите, друзья, а для питания этого системы вентиляции я создал специально отдельное, именно такое здание небольшое на опорах из деревянных заборов. А тут находится вот такой вот большой вентилятор, закрытый сеткой. Друзья, очень классно выглядит. Вы только посмотрите, а вот это вот его привод, который питается с помощью электродвигателя через эти вот провода, сделанные из цепей. Вот эти провода я специально проложил вот сюда. А отдельно там я построил такую вот маленькую подстанцию, которая будет питать вот эти провода и отдельно все системы. Я решил это здание сделать открытого типа, чтобы были видны все механизмы. Крышу я сделал с помощью плиты из гладкого камня, а окантовку из полублоков темного дуба. По-моему, выглядит очень даже классно. А пол вот это, посмотрите, очень сильно выделяет. Незеритовый блок. Ох, классно, классно, очень классно. В дальнейшем я сюда проложу, конечно же, дорожки. Мне-то под первым роликом попался очень интересный комментарий. Построить из этого котлована метро Новосибирска, а именно Станиславскую. Я, честно говоря, не знаю, что это за метро такое, и в интернете я чётко не увидел фотографии его, но это очень интересная идея. Я, думаю, подумаю над этим. Чувак, покажи фото этого метро, я его не видел. Итак, около двух часов монотонного копания я сделал очень много за этот период. Во-первых, я добавил здесь маленькую такую вот площадочку, где, собственно, будет небольшая такая вот бочка, ёмкость для питания вот этого вот трубопровода, который идёт и будет идти на тоннели проходческих комплекс. Тут у нас будет такая вот противообразная жидкость. Я его сделал с помощью плиты, спеленного золотого песчаника, обычных бочек, и внутрь добавил, собственно, лаву. Также сделал такие вот небольшие стоечки, где у нас хранятся тюбинги. Сделал их пять штук. То есть пять тюбингов здесь будет храниться. Так, отдельно для декорации. Ну и, конечно же, самое главное, прокопал второй тоннель вглубь дальше и бы подготовил такую вот своеобразную площадку для бурильной машины. Она уходит вот сюда и вот сюда. То есть у меня будет бурильная машина вот стоять вот здесь или вот здесь и будет бурить вот этот тоннель. Это будет своеобразная сбойка для виншахты или каких-то насосных станций. И сюда тоже будет сбойка, но это будет подготавливающая сбойка и распространство для этой машины. Мне нравится играться с разным освещением, с разным расположением освещения. И я сделал не только вот такое вот горизонтальное, но и ведь вертикальное расположение освещения. Добавил по два стержня энда. И вот сюда также на потолок, чтобы было равномерное освещение вокруг. Я переместился во второй, в самый главный тоннель, где у меня будет тоннель и проходческий комплекс. И вот здесь, с этого места, я буду начинать его именно строить. Будет концовка его, то есть задняя часть, где будет находиться конец конвейерной ленты, откуда будет сыпаться вся руда. И дальше все ее составные части. Параллельно этому я также буду ставить тюбинги. Вы, наверное, спросите, почему я не показываю, как это все делаю. Да потому что однообразный процесс бурения, это очень-очень долго и монотонно. Вам это будет, думаю, неинтересно. Поэтому я сам сижу в кайф, просто бурю это. И очень классно показываю вам конечный результат. Но, конечно же, я буду показывать, как я в основном основные части строю. Я тут немного повозился и сделаю вот такую вот основу для будущего крана. Посмотрите, друзья, уже, уже в голове прорисовывается кран. Большой и высокий, который будет поднимать большие грузы. Посмотрите, друзья, вот это такие вот огромные стойки, которые сделаны у меня из плиты из пеленоград красного песчаника, а также плита из полированного глубинного сланца вместе с оградами. И так четыре стороны. Также основу крана, а именно саму башню, я сделаю из оранжевого бетона. А ступеньки тоже самое и с песчаника. И так будет высоту. Пока, конечно, не знаю, в какой высота, но в дальнейшем будет прорисовываться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем-то, друзья, основа этого крана готова. Посмотрите, я вот такую вот длинную башню сделал. Ну, сравнительно длинную. Для этого проекта очень даже ничего. И основу верхней части, где будет, собственно, передвигаться у нас сам груз. Терешка такая будет здесь, которая будет на тросах передвигать груз. Пока еще не знаю именно какой будет. Также я сделал основу поворотную, которая у меня состоит из ступенек медных, но только они у меня, собственно, вощеные, резные, потому что на обычном воздухе, обычные бедные ступеньки, они окисляются и становятся такие мутные. Сначала мутные, а потом зеленеют. Очень некрасиво выглядит. Такую небольшую аппровизивную площадочку для осмотра сделал. Внутрь добавил этого лесенку такую. С ней много пришлось, прорывая, повозиться, потому что надо было сделать лючки, закрыть их и на нее поставить ступеньку. Освещение, тем же самым стержнем Энда. Что ж, я погнал дальше строить этот кран. Встретимся, когда он будет полностью готов. Покажу его конечный результат. На следующий день. Так, собственно, кран уже и готов. Посмотрите, я просто в шоке. Я смотрю на него и диву даюсь, как я его построил. Посмотрите, друзья, какой он огромный, какой величественный и реально очень технологичный. У меня просто дух захватывает. Ох, вот это, кстати, те самые грузы, которые издают противовес основной стреле, чтобы у нас груз не падал и сам кран не проваливался. Ох, честно говоря, хочу сказать вам, что кран я делаю впервые в Майнкрафте. И первый результат мне очень поразил. Конечно, если бы у него была более масштабная стройка, я бы этот кран сделал еще подлиннее, побольше. Например, такие, как делают пристройки высокоэтажных домов, небоскребов и тому подобное. Основной блок для строительства этого крана является, конечно же, оранжевый бетон. И подобные ему блоки, такие как ступеньки из гладкого красного песчаника, полублоки и различные мелкие детали. Такие, как, например, вот этот груз, который у меня состоит из светло-серого бетона. Окантовку его оставляет такие вот полублоки. Также троса у меня имеется полублоки из песчаника. Добавил именно декорации с помощью плиты из полированного глубинного сланца. С одной стороны троса и со второй стороны. Смотрите, вот это та самая подвижная платформа, которая будет и держать. Тросы с грузом. Сделаны у меня с помощью точила, которые, собственно, являются роликами. Смотрите, друзья, есть такая вот своеобразная кабина для управления. Внутри даже есть освещение, сидушка и рычаги управления. Очень классно. Давайте внутрь заберемся. А забраться внутрь можно, собственно, и по лестнице. Смотрите, заходим в кабину. Хоп. И мы уже здесь. Посмотрите, друзья, какой невероятный обзор из этой кабины превращается. Видим, собственно, стрелу, платформу подвижную. И внизу мы можем видеть, собственно, груз. Куда будем перемещать его? В котлован или на землю и так далее. Рычаги управления. Очень классно. Я сделал это максимально технологично. А также сделал сюда компаратор. И включил его, чтобы добавить элемент работы. Также на крыше вот этой кабины управления можно встретить люк. Можно выбираться, например, осматривать детали крана и тому подобное. В настоящем мире такое тоже есть. Также я, конечно, не забыл о освещении и добавил его по всему крану. Как при башне, так и по всей стреле. Чтобы ночью это всё светилось. У нас работа, знаете ли, продолжается не только днём, но и ночью. Нельзя останавливать стройку. Я тут стою и думаю, что же можно подвесить на этот кран. И решил, здесь будет большой ротор от тоннеля проходческого комплекса. Сейчас я его построю, и вы увидите, как это будет классно выглядеть. У меня просто дух захвата. Я уже представил себе это в голове. И у меня очень строительный шок. Фух, друзья, это было непросто. Посмотрите, я сделал этот ротор тоннеля проходческого комплекса, который вгрызается в грунт и бурит его. Просто посмотрите, какая, блин, махина, которая подвешена на этом кране. Я не знаю, как он выдерживает его. Посмотрите, друзья. Основной блок для его строительства это является гранит и ступеньки из него. Дальше уже идут такие всякие примочки. Собственно, ось из него, которая сделана из искажённого стебля. Вот это режущие зубцы, которые будут вгрызаться в тоннель, в землю и бурить её. Вот это такие вот режущиеся ролики тоже будут вгрызаться в тоннель и бурить его. Собственно, технологические проёмы. А через этот технологический проём внизу у нас будет поступать грунт, собственно. Потом будет подниматься по специальному приспособлению, называющемуся шнеком, и доставляться на конвейерную ленту. Мне пришлось немножко поменять расположение тросов подвешивания, потому что если бы по диагонали его нашло, мне пришлось бы по диагонали строить этот ротор. Это очень сложно. Очень, поверьте. Поэтому я решил обойтись лёгким путём и сделать по-прямому. Ребята, вы только гляньте, как это выглядит сверху с крана. Я тут мечтал стать крановщиком. Моя мечта как это сбылась. Ну вот, мои дорогие друзья, поклонники строительства. Я на этом пока закончил. Согласитесь, очень сильно я постарался. Очень много сделал. Особенно этот кран, этот ротор. Друзья, хочу вам сказать одну очень важную вещь. 94% смотрят меня без подписки. Так что обязательно, друг мой, подпишись, если зашёл ко мне на канал. А также поставь этому ролику лайк. Напиши комментарий. Меня это очень мотивирует и продвигает мой ролик. И мне больше продвигает настроение, чтобы строить, строить и строить для вас. Радовать вас контентом. Я не говорю вам проща, я говорю вам пока. До следующих построек в новой части этого мегапроекта. Я пошёл. Пока-пока.